Знаменитая казахская дамбра Казахские дамбры отличались тем, что в разное время, в разном регионе инструменты делались из разного материала, по разной методологии, по разному принципу. И ладовая система, и ладовая опора была очень разной. Если сравнивать инструмент западного Казахстана и восточного Казахстана, они, конечно, отличались. Они отличались музыкой, исполнением, то есть звукоизвлечением и основной составной частью, то есть и материалом, и ладовой опорой, ладовой системой. На звучание дамбры повлияла не только особенность региона изготовления инструмента, но и, конечно же, специфика игры самого исполнителя. Многие эпические сказания и легенды нашли свое отражение в кюях, сопровождавшие кочевников не одно поколение. Дамбра – самый популярный, известный инструмент нашего народа, очень удобный в обращении, любимый инструмент кочевников. Дамбра имеет многовековую историю. При раскопках древнего харизма были обнаружены росписи на стене. И там были изображения музыкантов, играющих на двухструнной дамбре, похожие именно на казахскую дамбру. Воинственные звуки дамбры символизируют величие нашей истории, культуры и природы. Это культурное наследие, переданное нашими предками, мы должны ценить и сохранить для будущего поколения. Ильвира Конопьянова, Нурландос Магомедов, Ильха Маюпов, Жанакун.